Ну вы прям так, в общем-то, серьезно сейчас покритиковали. Я не покритиковала, я сказала то, что я вижу. Что вижу. Согласен. Просто многие иногда видят и молчат. Ну, это уже нас до хорошего не привело. Меня ведь чуть с работы во сне сняли, когда вы заболели, а я комментировала танцы из Санкт-Петербурга и сказала, что с такой программой не выиграешь Олимпийские игры. И была права. Екатерина Пушкош и Джонатан Гирей Рональдзу. Тренер Наталья Леничук и Геннадий Карпанозов. Заслуженные тренеры. России Олимпийские чемпионы. Тренер Наталья Леничук и Геннадий Карпанозов. Которая немножко, да, уехала, но нет, будет крупный, да. И просто его делают не на центре, это их право. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Видите, Вася, прыжок ее. Он делает, а она нет. Видите, Вася, прыжок ее. Он делает, а она нет. Видите, Вася, прыжок ее. Он делает, а она нет. Видите, Вася, прыжок ее. Он делает, а она нет. Самый дуэт, который тренируется в Соединенных Штатах Америки. Их очень здесь любят, потому что здесь они два года назад их знают, потому что они здесь были призерами чемпионата юниорского первенства России, которое проводилось здесь два года назад. И у них был танец. И они, видите, завели публику. Они технически сделали параллельно почти твизлы, но эти твизлы были тоже исполнены не на большой скорости. Ведь это все такое осторожное-осторожное. Чуть-чуть и будет ошибка. То есть люди не идут на максимальное, когда как не с молоду ничего не боятся и делать это на колоссальной скорости. Я думаю, что надо брать поддержку, потому что на третьем были хорошо использованы руки. Жаль, что его не показали. На поддержке, я думаю, что судьи возьмут время, потому что он ее крутил по праву, но мне показалось. Это я не могу утверждать, потому что, опять же, я без секундомера сижу. Что было известно, что это было видно. Это не дедакшн. Это не дедакшн. Вы имеете в виду шесть секунд или какой-нибудь? Да, да. Ну, то есть, если он ее передержит, так тогда же снимут мало или нет? Мы с вами этого не увидим. Ну да, я и говорю, что если снимут, значит это оно, а если нет, значит все в порядке. Заругуем точно снимут. А вот скажите, вы сказали, он прыгнул, а она не прыгнула. Она прыгнула на Чиктау. Это основной элемент в руме. Как его катали Торвилдин? Так, я так понимаю, нужно избегать прыжков. Ну, конечно, потому что нет элемента. Ну да, то есть, вы просто так сказали, что я не понял, как бы вы обрадовались. Летний элемент. Нет, что же мне радоваться, когда они тренируют с утра до ночи, и по Чиктау еще прыгают. Ну да. А нужно, чтобы все было в шагах, чтобы во всех этих шагах не было тенденции к дышке. Вот понимаете, они нас должны восхищать, потому что они из юниоров, они должны ничего не бояться. Они должны делать на огромной скорости. Но вообще для ничего с Кармоносовым базовый тренер, поэтому, может быть, эта работа рассчитана намного легче. И у нас юниоры такие сильные и такие лапочки, что они на следующий год уже будут выходить во взрослые. Я просто хотел сказать, что в финале гран-при ведь три наши юниорские пары взяли. Да, обязательно. Они были все... И вот они делают эти элементы на отмашь. Я думаю, что в таком возрасте нужно, чтобы они делали на отмашь. Потому что то, что они страхуются, видно всем. Включая судей, это касается плюсов технической бригады, потому что чуть медленнее будут тройки, а не твизлы. Поэтому, знаете, так вот хочется, чтобы дух захватило. Вот они начали третью часть, чтобы дух захватило. А это их внутреннее состояние или это тренер спустановка? Это технические, это технические возможности. Это технические возможности и характер еще. Технические возможности, конечно. Никто из тренеров не запретит вращаться быстро. Но если ты на протяжении года учишь быстро, а у тебя не получается, тебя переводят на медленное вращение. Так, они получают 60-25. Сейчас они занимают второе место, отставая на 5 баллов от Рязанова и Ткаченко. Своих бывших партнеров и опережая на 2 балла Манько и Халявина. Спасибо. Спасибо.